Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема «Мария помазывает ноги Иисуса». Евангелие от Иоанна, 12 глава с 1 по 11 стихи. Господь Иисус Христос удалился в город на границе с пустыней Эфраим, потому что первосвященники Эфрисии дали своим агентам задание смотреть, если он появится, то его убить. Но Господь планирует вернуться в Иерусалим. Он идет к селению, которое находится в окрестностях Иерусалима. Это селение называется Вифания. Именно в этом селении живут Лазарь, его сестры Марфа и Мария. Евангелист Иоанн использует название Вифания, в то время как у синаптических евангелистов мы встречаем наименование Вифагия и Вифания. Исследователи считают, что Вифагия это указание на район, а Вифания это название конкретного поселения. 12 глава Евангелия от Иоанна, первый стих. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию. Евангелист Иоанн описывает событие помазания Господа Иисуса Христа Марии, которое произошло за шесть дней до Пасхи. И поскольку Пасха в тот год у иудеев приходилась на вечер пятницы, речь идет в данном случае о предшествующей ей субботе. Было еще два события, которые описаны в других Евангелиях, когда Господа Иисуса Христа помазывали иные жены. В частности, в Евангелии от Луки говорится, что во время галилейского служения Господа Иисуса Христа он остановился в доме Симона Фарисея. И там некая жена-грешница помазала Господа Иисуса Христа. А другое событие описано у евангелистов Матфея и Марка. Не за шесть дней, а за два дня до Пасхи Господь Иисус Христос находится в доме Симона Прокаженного. И там также некая жена-грешница помазывает его маслом. Это три разных события, происходившие в разных местах в разные моменты времени. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Вифания находилась где-то около подножия Иллионской горы. Если мы посмотрим на карту Иерусалима, то увидим, что на востоке находится Иллионская гора и где-то там у подножия район Вифагия и селений Вифания. Далее на запад долина Кедрон и поток Кедрон. И еще западнее, собственно, храмовый комплекс и храмовая гора. Второй стих. Там, то есть в Вифании, приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Конечно, Лазарь, который был воскрешен Господом Иисусом Христом, испытывал глубокое чувство благодарности. Но и Господь также, поскольку Лазарь был его другом, проявлял в его адрес знаки уважения, потому что Лазарь был приглашен к трапезе. Третий стих. Мария же, взяв фунт нардово, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Как и в предыдущих случаях, когда Господь Иисус Христос посещал дом Марфы и Марии, Марфа, распорядительница дома, более активная, она заботится о хозяйстве, Мария более созерцательная. Но вот здесь, в данный момент, Мария, благодаря своему внутреннему чувству, благодаря своему расположению к учителю, который воскресил ее брата, идет на замечательный поступок. Она помазывает его ноги и отирает их своими волосами. Для этих целей она берет особо благоуханное масло. Какое же количество? По-гречески литра, но это не наш с вами литр, это 327,5 грамм, то есть треть нашего с вами литра. А вот о самом масле, это масло названо МИРОН, есть русское слово МИРОН. Сказано, что оно было из нарда, настоящее, подлинное, многоценное или дорогое. Итак, подлинное, дорогое МИРОН или масло из нарда. Это особое косметическое средство, которое имело великолепный аромат. Помазывает ноги учителя и в знак смирения, кротости, уважения своими волосами отирает эти ноги. И дом наполнился благоуханием от МИРОН. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, 5 стих, «Для чего бы не продать это МИРО за 300 динариев и не раздать нищим?» Он называет здесь определенную сумму. В тот период времени в Палестине имели хождение разные деньги. Были представлены три основные системы денежных единиц. Семитская система, где основной монетой был шекель, греческая система, основная монета – это драхма, и римская система, основная монета – динар или динари. Стоимость драхмы и динара была примерно одинаковая. Для того, чтобы заработать одну драхму или один динар, наемный рабочий должен был отработать один день. И вот мы можем условно соотнести один динар с той заработной платой, которую получает сегодня наемный рабочий за один день. В зависимости, конечно, от квалификации, это или тысяча рублей, или две тысячи рублей. И получается, что 300 динариев – это большая сумма. Это на наши деньги от 300 до 600 тысяч рублей. Столько стоило небольшое масло 300 миллилитров. Конечно, когда мы говорим о переводе древних денежных единиц в наши современные, мы должны помнить, что в древности не было целого ряда благ, которые доступны сегодня нам. И поэтому невозможно было эти блага, использование электричества, горячей воды из трубопровода, интернета, полетов на самолетах, поездок на автомобилях и так далее. Использование мобильной связи, радио, телевидения. Все это было недоступно в древности. Поэтому перевод из древней системы в современную будем считать условным. Итак, 300 динариев – большая сумма. И Иуда Искариотский, который хочет уже предать Иисуса, вдруг оказывается заботится о нищих. Зачем тратить? Зачем умащивать твои ноги? Надо продать и раздать нищим? Помочь бедным? Вроде бы хорошее предложение. Шестой стих. Но Иоанн Богослов комментирует. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Он был вор. Вот какова характеристика Иоанна Богословом Иуда Искариотского. Вот как характеризует любимый ученик Господа, того предателя, которого захотят обелить, реабилитировать некоторые гностические секты. И даже сегодня мы с вами знаем, что появляются авторы, которые читают Евангелие от ветра главы своей. Так как им нравится, так как им хочется. Вопреки церковной традиции они пытаются обелить Иуда Искариотского. Представить, что он какой-то непонятый гений, который на самом деле не предал, а своим предательством хотел защитить учителя. Все это, конечно, не так. Потому что мы с вами видим ближайший любимый ученик, духовность Евангелия которого, духоносность, не может быть подвергнута сомнению Иоанн Богослов, характеризует Иуда Искариотского в высшей степени негативно. Показывает, во-первых, что слова расходятся с мотивами. Во-вторых, показывает, что он вор. Конечно, встает вопрос, как же Господь Иисус Христос, который был воплотившийся Бог и который знал, что Иуда Искариотский и вор, и его предаст впоследствии, почему он приблизил его к себе? Почему он взял в число своих учеников? Однако ответ на этот вопрос таков, что это особый промысел Божий. Не было предопределенности. Иуда Искариотский не был запрограммирован Богом на предательство. У Иуда Искариотского до самого последнего момента оставался выбор предать Иисуса или отказаться от этой греховной мысли. И так он был вор. Греческий текст. И ящик для денег имеющий, бросаемые туда деньги, он уносил. То есть доставал из этого ящичка и уносил, забирал себе. Таким образом и воруя, и обманывая. Что же это был за ящичек? Вероятно, этот ящичек был в соответствии с традицией той эпохи для того, чтобы люди могли пожертвовать раввину, а именно так воспринимали большинство иудеев Иисуса, раввину на его деятельность, на деятельность его учеников. Ну а также, чтобы он и ученики могли пожертвовать нищим, помогать бедным и убогим. И вот именно этим ящичком заведовал Иуда. Именно из этого ящичка он и воровал. И вот он, желая еще положить денег и большую сумму, 300 динариев, в этот ящичек, начинает Марию упрекать. Но Господь Иисус Христос Иуду останавливает. Седьмой стих. Иисус же сказал. Оставьте ее. Во многих древнегреческих рукописях оставь ее. То есть речь Господа обращена непосредственно к Иуде. Она сберегла это на день погребения моего. Эти слова можно понимать двояко. То, что она меня помазала, это уже начало приготовления к моему погребению. А то, что у нее осталось еще из неизрасходанного мира, это пусть она сбережет на момент уже моего реального погребения через шесть дней. Восьмой стих. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. И вот этой фразой Господь Иисус Христос очень правильно расставляет акценты в нашей духовной жизни. Потому что можно увлечься внешними делами благотворительности и потерять самого Господа Иисуса Христа. А вот важно, чтобы и дела благотворительности были. Ведь в этой фразе Христос хочет сказать, всегда будут у вас нищие, пока не пришло Царство Божие в силе, пока вы живете в этом мире грешном, в этом мире исполненном порока, зла, несправедливости, всегда вокруг вас будут нищие, которым вы, конечно, будете помогать. Но помогать им нужно, не потеряв меня. Девятый стих. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Иисус Христос приходит туда в Вифанию для того, чтобы, увидев Лазаря, еще больше вдохновиться тем делом, которое сотворил Господь Иисус Христос. Однако, вдохновляясь тем, что они увидели того, кто действительно был во гробе, они рассказывали об этом все новым и новым своим знакомым, и все большее и большее количество людей знало об этом замечательном знамени. Поэтому, 10 стих. Первосвященники же положили убить и Лазаря. 11 стих. Потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Раз он является, Лазарь, свидетелем, живым носителем, живым знаком особого достоинства Господа Иисуса Христа, объем не только Иисуса из Назарета, объем и Лазаря. И вот эти вот два стиха, 10 и 11, 12 главы Евангелия от Иоанна, объясняют, по какой причине первые три евангелиста опустили в своих Евангелиях повествование о воскрешении Лазаря. Потому что тогда еще христиане общались с иудеями в Иерусалиме и в окрестностях из миссионерских целей, и сохранялась опасность убиения Лазаря со стороны недовольных фарисеев. Но вот они решают убить Лазаря, решили убить Господа, однако уже в ближайший же день после субботы, на следующий день, который для нас является днем воскресным, а в еврейской традиции это был просто первый день недели, они будут посрамлены, потому что Господь войдет в Иерусалим торжественно под ликующие крики народа. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.